Всем привет, мои хорошие! С вами Эки Эмили. И сегодня у нас с вами будет мукбанг с шаурмой. А картошка фри собственного приготовления. По ней сразу видно, что она собственного приготовления. Но вкусно. У мамы, конечно, получается получше. Но есть можно. И тут у нас с вами прямиком из морозилки. Напиток чупа-чупс. Я пробовала такой с клубникой. А это с апельсином. Очень вкусный. Необычно пахнет. Такой я не пробовала, кстати. Стоит он намного дороже, чем фанта, спрайт, кока-кола. Кстати, с клубникой мне понравился намного больше. Это какой-то странный. На вкус обычный лимонад. А стоит в 4 раза дороже, чем лимонад. Не советую. Вот с клубничкой он клевый. Не похож ни на что. А этот какой-то, знаете, так себе. И вот такая вот сочнейшая просто шаурма у нас. Это чесночный соус. Нечто. С этой шаурмой вообще целая история. Проблема, что везде все закрыто. Ну, есть только одно место, где я знаю, что продают шаурму. И я пошла туда. Это как бы место, можно сказать, на воздухе, да? Ой, на воздухе. Ну, да. То есть это не ресторан, не какое-то заведение. Ты просто покупаешь шаурму и идешь дальше. И из персонала получается только один человек. Я ему говорю, что я хочу в лаваше. Он говорит, а лаваш у меня только что закончился. Я не знаю, что делать. Хлебе я не люблю. Ну, хоть убейте. Не люблю. Я ему предложила такой вариант. Я говорю, ты пока что нарежешь все остальное. Я зайду в спермаркет и куплю лаваш. Он сказал окей. И, вы знаете, так обрадовался тому, что клиент придумал альтернативу, а не просто развернулся и ушел. Хотела сначала взять две, потому что я обычно кушаю две шаурмы. Ну, потом я решила рядом еще вот картошечку. Сегодня была в банке. Как тяжело туда ходить. Представляете, внутрь не пускают. Больше, по-моему, четырех человек не пускают. А на улице просто солнышко, жарко на солнце. То есть, ты должен где-то час стоять на солнце, чтобы подошла твоя очередь. Потому что они работают через, как бы, через оператора. Получается, здесь оператор обслуживает клиента, потом один стол и стул пустой. Дальше опять оператор. В общем, все происходит очень долго. И в таких местах есть наглые люди, которые просто идут вперед и садятся там. Я среди тех людей, пока моя очередь не дойдет, я там стояла на солнце целый час. Ровно 46 минут я простояла на солнце. Это жутко неудобно, так хочется, чтобы вот эти ограничения все были сняты, чтобы мы жили, как раньше. Чтобы не было вот этого всего. Просто проснуться, и все, закончилось. А еще я чуть паспорт не оставила в банке. Вот эта моя невнимательность меня просто убивает. Какая вкусная шаурма. Просто обалдеть. Просто сочнейшая. Я замечала, у российских мукбангеров она какая-то огромная. У нас такую шаурму нигде не делают. Вот максимум, вот размер. Вот как в России шаурма, я, наверное, одной бы и наелась. Один раз брат меня отвез. Я такая сразу по привычке такая, давайте две шаурмы. И мне брат сразу такой, ты сначала посмотри на размер, потом уже. Просто огромная была. Вот интересный вопрос. Стоит ли вкладывать деньги в свой YouTube канал и продвигать его? Как ты думаешь? Вот если говорить про чисто продвижение, например, YouTube, AdWords, да, называется, по-моему. Google AdWords. Вы покупаете рекламу и ваши видео будут выходить в рекомендациях. Я никогда не делала. Но это настраивается достаточно сложно. и получается просто то, что просмотры вы покупаете. И покупаете недешево. И после того, как вы перестаете покупать, ваши просмотры опять падают. То есть, мне кажется, это очень дорогой способ продвижения. Если вы занимаетесь футблогингом, мне кажется, лучше просто вкладывайтесь в еду, вкладывайтесь в картинку, лучше купите камеру. Потому что это невыгодно. Вы потратили кучу денег в ваши шикарные просмотры. Как только вы не тратите деньги, просмотров нет. Я это не делала, но моя одна знакомая она как раз таки хотела таким способом продвигаться в ютубе. Это реально очень неэффективно. Легче найти какого-то блогера, и чтобы он порекомендовал вас. И когда люди видят, что твой ролик на рекламе, то есть, ты сам пытаешься как-то продвигать свои видео, это тоже немножко отталкивает. Но опять же, сами смотрите, это сложно настроить. И это неэффективно. Абсолютно. Дальше уже вам виднее. Вот эта диаграмма просмотров у меня, например, она только вот вверх. Да, с каждым месяцем только вверх. А у вас получится, что в один месяц немножко возросли просмотры, потом опять упали, и все, вот так вот. То есть, это плохо. Если прям очень хочется снимать видео на ютубе, например, вы понимаете, что в ютубе сейчас большая конкуренция. Начните в тиктоке, потом оставляйте в тиктоке ссылку на ваш ютуб канал и на ваш инстаграм. Люди переходят оттуда. Элементарно, вы видите тиктокеров с большой аудиторией, у них по несколько миллионов в инстаграм подписчиков. Просто, на мой взгляд, в тиктоке очень легко продвинуться. Вот, например, ютуб, если у тебя нету базы какой-то подписчиков, очень тяжело, почти невозможно. Либо ты должен снимать вот такой трэш. Я ем из дна мусорки, например. Но это тоже надо делать. Если это будет кликбейт, то потом вас никто уважать не будет. Мне кажется, самое сложное набрать первых 100 подписчиков. Я как сейчас помню, у меня было одно видео и в первый день на меня подписался один человек. Я лежала на кровати и увидела, что кто-то на меня подписался. Вы бы видели мое выражение лица. Я настолько обрадовалась. Мне хотелось этого человека расцеловать. Спасибо, ты на меня подписался. Последний огурчик. Честно, чупа-чупс напиток именно апельсин меня вообще не впечатлил. Я пила с клубникой, тогда я вам говорила, что вот это нечто. Но этот, это обычный лимонад. В общем, на этом все. Было очень вкусно. Я сегодня сделаю пост в инстаграме. Уже пост, а не история. И под этим постом вы сможете задавать вопросы для моих видео в ютубе. Так что переходите, обязательно задавайте вопросы на все. Постараюсь ответить. Если вы тоже кушаете, приятного аппетита вам. Всем желаю удачного дня. Пока.